Официальный пробник. Книжечка из серебристой металлической фольги. Посередине золотистая фольга и белым золотом объемная надпись по желтому золоту. Tom Ford Metallic. Рельеф нанесен. Борозды напоминают немножечко забор, что ли. Такая рифленая поверхность. Внизу есть гладкая пластинка, выдавленная. Это не наклейка. Горчичным шрифтом написано, что это парфюмерная вода, спрей. Полтора миллилитра объема. Это очень много. Сзади тоже горчичным шрифтом очень плохо читается состав композиции. Назначение для тестирования, не для продажи. Сайт компании «Русификатор» и произведен пробник в Швейцарии. А внутри обычный картон белый. Пробник с белым пульверизатором, белым соплом. Тонкая стеклянная, по моим ощущениям, колба. На колбе самой название золотистым шрифтом. Тонфорд, металлик, парфюмерная вода, опять же спрей, объем полтора миллилитра. Тоже произведено в Швейцарии. Здесь-то все указано на самой колбе. Трубка достигает дна. Очень приличное распыление. Хорошее такое облако получается. Но если говорить о шлейфе и стойкости... Немножечко подтекают капли. Если говорить о шлейфе и стойкости, то шлейф умеренный. Он не заполняет собой помещение, но окутывает вполне ощутимым плотным облаком носителя. Стойкость на коже где-то 6-8 часов продержался. И порядка 12 часов я ощущала на себя в шлейфе с волос эту композицию. Автором аромата является Антуан Мизондио. Это, между прочим, муж небезызвестной женщины-парфюмера. Вся малый Мизондио, который является одной из трех женщин-соавторов, создавших линейку ароматов «Идоль» для Ланком. Сам Антуан Мизондио тоже известный парфюмер. Работал он с брендами «Барбари», «Свободная оранжевая республика», «Джорджи Армани». Кстати говоря, создал композицию «Мэри Ми», «Лавен», «Фани» для «Маскина». И «Бархатная орхидея» – это тоже ароматы Томфорда, которые разрабатывал Антуан Мизондио. Что касается композиции «Металик», то верхние ноды представлены альдегидами. Это восковельные гиды наподобие тех, которые мы можем найти в «Шанель номер 5». Не ледяные, а именно такие мягкие, чуть мыльные. Это бергамот и розовый перец. Когда я только нанесла на себя композицию, я сразу подумала, о какой прекрасный неовинтаж. Потому что действительно какая-то старина, такие классические ароматы наподобие «Шанель номер 5», других композиций всплыли в памяти. В то же время перец розовый придал какую-то колкость, такую отстраненность, аристократичную холодность этому аромату. И что-то напоминающее сладкие микстуры тоже на старте проступило. Вот из-за чего ассоциация действительно с какими-то домами прошлого, с началом 20 века. Вот запахи наполнены ароматами прошлых лет. Но в то же время это очень светлый, приятный аромат. Сладкий, с терпкостью, с небольшими медицинскими нотками, с такой щепоткой красивой перца. Мне это понравилось. Но далее аромат просто превзошел мои ожидания. Потому что обычно, если почитать отзывы пользователей, то пишут, что здесь есть аккорд туберозы, хотя ее нет в официальной пирамиде, но белые душистые молочно-сладкие цветы, молочно-сладкий жасмин. Многие отмечают запах сгущенного молока. На пригоревшем противне иногда еще добавляют что-то такого сладкого, гурманского, ванили. Но средние ноты – это ландыш, боярышник и гелиотроп. И что касается ландыша, то вроде бы его здесь на первый взгляд и нет. Когда я только достала промники, поднесла к носу, еще не распыляя, то я услышала очень-очень тонкий запах ландышей, парфюмерных, синтетических, ненатуральных. Но все-таки это были узнаваемые ландыши. Так вот, цветы здесь действительно сладкие белые есть, но в них есть и свежесть ландышей. То есть он одновременно плотный и одурманивающий, но и не слишком тяжелый этот аромат. Что касается гелиотропа, я очень его люблю. Я очень давно не слышала такой красивый пудровый гелиотроп. Такая сладкая косметическая пудра, ее очень много, со сладким цветочным акцентом. То есть я сразу представляю такую маленькую полянку ландышей без листвы, а вот именно, может быть, букетик ландышей, которая полностью запорошена косметической пудрой, такой легкой, воздушной, но ее очень много. Я очень хорошо слышу боярышник. Такая узнаваемая горчинка, настоек из боярышника, каких-то других еще препаратов медицинских на основе этого растения. И очень хорошо я слышу сладкую ноту, которую я идентифицирую как ноту сахара. Такое ощущение, что на кусочек сахара налили боярышниковую настойку, и рядом стоит букет ландышей, который поместили, посыпали пудрой косметической, либо почему-то залезли в баночку с рассыпчатой пудрой букетиком из ландышей. И вот, конечно, в первую очередь это пудра, пудра больше всего. Испод нее тонко-тонко, может быть, даже едва ощутимо просачивается ландышевый аромат. И очень хорошо я слышу горчинку боярышника на узке сахара. Вот эти два блока, которые для меня составляют основное раскрытие данной композиции. И молочные ноты тоже ощутимы, молочно-цветочные. Но я бы даже определила не как сгущенное молоко, а как топленое молоко, более жидкое топленое молоко с сахаром. Пригоревшего противня, если честно, я не заметила. Может быть, вот эта горчинка боярышника так воспринимается. Но для меня это именно настойка боярышника. Ближе к базе, это спустя уже 4-6 часов, у нас раскроются ноты. Амбреты, такое немножко амбровопахнущее растение. Перуанские бальзамы со сладковатыми нотами. Ваниль и сандал. По сути говоря, ближе к базе уходит ощущение горчинки боярышника. И действительно, аромат уже становится похож на топленое молоко с ванилью, с сахаром. Но не слишком этот десерт приторный. Он мягкий, пушистый, много по-прежнему сладкой пудры косметической. Легкая бальзамичность. И надо сказать, что ощущение воска, оно меня не покидает до самого конца звучания аромата. То есть вот он такой вот весь мягкий, как стеариновая свечка. Даже не как воск, а вот как стеарин. Кто-то ощущает это как мылкость, как брусок мыла. Многие слышат ноты шоколада. Но если это шоколад, то я бы его называла белым шоколадом, как раз с молоком и сахаром. Может быть, вот действительно такой брусок мыла с нотами белого шоколада. Но для меня это все-таки действительно такая округлость, восковая, стеариновая. Все-таки не мыло. Для меня здесь нет мыла. Но есть особый характер, особая такая мягкость, округлость того, как звучат ноты. Если говорить о том, где здесь металл, то именно запаха металла я, в общем-то, и не нашла. Да, перец немножко так вот какие-то металлические искры высекает в самом старте. Может быть, какие-то начищенные подносы винтажные всплывают ассоциативно, когда слышишь этот запах с отсылкой к ретеровым композициям классическим. Но если говорить о металле, то это скорее действительно что-то такое металл не отполированное до зеркального блеска. Не холодный металл. А это действительно вот самовар. Какой-нибудь самовар, в котором округлый бачок, и в нем переливаются блики. Но нельзя угадать, что это конкретно. То есть какие-то светотени, какие-то переливы, очень мягкие, плавные. Вот такое сияние не зеркальное и яркое, а немножко такое приглушенное, тускловатое. То есть металл не отполированный до зеркального блеска, в отличие от вот той фольги, которую использовали здесь. В основном у нас в книжечке, в которую помещен пробник, более подошел бы какой-нибудь такой алюминиевый эффект. Но по большому счету, да, этот аромат для меня не про металл, а про очень красивую ваниль, сливки, молоко, которые украшены терпкой нотой боярышника в огромном количестве косметической сладкой пудры гелиотроп.